Приветствую вас. Смотрите. Какая получается история. Вы говорите, значит, о том, что вы изменили своему парню, с которым вы 5 лет в отношениях, который сейчас в армии, который сделал вам предложение, да. Давайте просто последовательно разберем с вами, что вы чувствуете. Да, вот это чувство. Я изменила парню, пишите вы. Ну, понятно, что хорошим в этом, ну, наверное, ничего нет, потому что вы изменили парню. Но вы же, когда ему изменяли, вы же, наверное, ну, хотели чего-то. Вам хотелось, ну, не знаю, может быть, вам хотелось секса. Может быть, вам хотелось чего-то еще. То есть, ну, не обязательно только секса, да. Вы в чем-то нуждались. Может быть, вы надеялись, там, что-то для себя получить, да. Вы надеялись, там, какие-то вот вещи для себя, там, прояснить, в конце концов. То есть, вы изменяя, вы к чему-то шли. Это если вы изменяли абсолютно. Очень важно понять, что это такое вообще. Очень важно понять, что, ну, всем, всем связанным, всем связанным. Ваша такая вот потребность, без меня, вот, значит, молодому человеку. То есть, может быть, вы чего-то хотели, может быть, вы чем-то нуждаетесь, вот. Понимаете? Так что здесь очень важный момент. Дальше. Вы пишите. Мы вместе уже 5 лет. Что для вас это значит? То, что... То, что... Ой, мы вместе... Вперле. Не надо. Дальше. Предлагаю. Он сделал... Мне... Предложение. Опять же вопрос. Что для вас значит, то, что он сделал вам предложение? И что для вас это означает? Что для вас это значит? Что для вас это значит? Это важно, чтоб вы понимали, отдать себя. Дальше. Меня мучает вопрос, рассказать ему или нет. П trabajo мучаете чувство вины за то, что вы делали. Что значит чувство вины? Что обначает чувство вины? Как правило, чувство вины обничает только то, что вы не до конца utan, отвечаете за свои действия. Чувство вины, как правило, обначает только то, что вы не совсем как бы отдаете себе отсчет в том, что вы Далее. Вы пишите, я люблю его. Что вы вкладываете в это понятие? Что для вас любовь? Я не могу ему врать. Почему? Меня сжирает изнутри, не могу ни есть ни спать, я смотрю только об этом. О чём? Боюсь, если расскажу, он меня не простит и бросит. То есть у вас есть страх быть брошенным. Ну, я вам совершенно точно могу сказать, что находясь в страхе быть брошенным, да, вы вряд ли чувствуете себя свободно в отношениях. Ну, с мужчиной. А если вы не чувствуете себя свободной в отношениях с мужчиной, то нет ничего удивительного, что вам хочется им изменить. Суть изменения это такой вот отчаянный бросок, отчаянное желание заявить о себе, отчаянное желание рассказать о себе, отчаянное желание как-то вот, ну, как-то проявить себя. Вам этого не хватает. Ну, и здесь вы описываете элементы созависимости и страх, что у вас боятся, которые родом из детства. Ваши страхи, они родом из детства вашего. И идея вся заключается в том, чтобы это постепенно, постепенно прорабатывать. чтобы вы становились с такой более, ну, более независимой, скажем так, а более самостоятельной, скажем так, да. Вот. Это очень важный момент для вас. Дальше идём. Какой у вас вопрос к нам, к специалистам, к психологам? Какой у вас вопрос. Если рассказать или нет вопрос, то решайте. Соотдела нужно разобраться с причинами, почему вы так покупали, зачем вы так покупали. Не в смысле вас обвинить. А, в смысле понятно. Вот. Так, я думаю, можно вам ответить. Можно ответить на ваш вопрос, который вы задаете. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен. За его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.